Ну вот, ребят, находимся в гостином дворе На выставке «Открой свою Россию» Так что сейчас я пройду Покажу вам наиболее интересные моменты Естественно, конечно, меня техника интересует Но есть и одежда, и другие аксессуары Будет интересно, пойдемте Здесь всякая электроника Паладки Велосипеды Вот такая тест-драйвовская площадка Сделана для детей Ну что ж, вот, кстати, представительство Дометик в России Это холодильники, это кемперовские окошки Дверки, кондиционеры И куча-куча всего Даже термоконтейнеры есть Вот они разного размера Разного назначения Вот, кстати, шайка туристов Она все вот как-то неизменная Да, вот с автотревела Дима Вот, ребят, есть холодильники с верхней загрузкой Вам открыть? Дима, это газовый, да? Газ 12 вольт Вот, ребят, тут холодильники На самом деле уже настолько технологии шагули вперед Что, в общем, они управляются по Wi-Fi То есть, литраж совершенно разный Да, есть вот отсеки для того, чтобы продукты были охлажденные А есть именно для заморозки Вот, кстати, дометиковские холодильники Я давно уже ставлю на прицепы моего производства Я вот в поездку беру У меня холодильник уже порядка 7 лет Еще старый такой Вот, вот эти новые холодильники Вот, смотрите, уже делаются такие накладки защитные от ударов Вот, есть ручки удобные И управление по Wi-Fi То есть, тоже тема очень удобная Что, допустим, напряжение в бортовой сети падает Вам на телефон приходит оповещение, что Хозяин, беги, смотри там, в чем проблема То же самое, то есть, допустим, холодильник стоит внутри машины Солнце нагревает салон, да Соответственно, холодильнику надо поменять режим настройки Да, то есть, чтобы он холодил Вы это можете сделать с телефона Пока там ходите где-нибудь по экскурсии Да, автомобиль стоит на стоянке В общем, тема очень удобная И, как бы, хорошо, что есть представительство в Москве Соответственно, гарантия, обслуживание Все это поддерживается Вот такая вот штука, ребят То есть, причем, можно сидеть на нем спокойно Он все это дело переживет Есть разъемы для того, чтобы искать ошибки То есть, в самом деле, маленький мозг в этих холодильниках есть Вот, ребят, смотрите, вообще просто огроменный То есть, 80 литров, там 100 и более литров Вот, есть термоэлектрические холодильники Ну, по мне, это баловство То есть, они не сильно охлаждают То есть, и требуют аккумуляторы холода Вот, но, тем не менее, такие штуки тоже есть Они более бюджетные Но, в общем, это на любителя Вот, но, тем не менее То есть, если что-то продукты на дачу довести там, да Как бюджетный вариант, в принципе, допустимо Да, вон, кстати, еще стоит оранжевый парень Это с Трофи Лайфа Привет Толя, Толя разговаривает со своей рукой А на самом деле, вы зато знаете, что я живой, двигаюсь Да, не то, что там какая-то камера летает по воздуху Кстати, да, надо запустить Пусть пугает Пугает Толика Вот, ребята делают туры выходного дня И рабочего тоже дня И рабочего, да То есть, если вы хотите снять стресс в рабочее время Обращайтесь к ребятам Они вас в самую глухомань засунут И вы, в общем, отдохнете нормально, качественно Ну, и заодно физическую нагрузку вам обеспечат Точно Ладно, счастливо, слава, удачи Вот, ребята, вот еще Смотрите, одежда Специальная тоже для Путешествий Для всяких спортивных штук Ну, опять же, там, кто охота Страйкбол, там, пингбол Это их тема Ребята, расскажите, что у вас такое интересное? Зачем вы склеили клапана? Все подходят, спрашивают Ну, так вот и я спросил Что у вас такое? Клей И что, какие его преимущества? Если я, допустим, поехал путешествовать через всю страну У меня случилось там ЧП какое-то Пробили в лодку Это ПВХ ткань, да? Это ПВХ, лодки, круги, матрасы Все Надули попланицем Какой-нибудь Да, ребят Не сегодня Любой материал Вы обратили внимание? Доля секунды Доля секунды Это Германия Да, немцы Так Властики Решетка радиатора Решетка радиатора А то, что у него, допустим, антифриз Вода, масло, бензин, то солнце Все равно, то есть все равно склеит У меня обижение, конечно Обижение Отлично Так, а здесь вот я смотрю, три пузыречка Что это значит? Клей наполнитель Это если куска нет вообще Выбили тот же бампер Радиатор Вот, ну, дырка Клей наполнитель Заполняет добыстающий элемент Ребят Кто путешествует Обратите внимание Особенно кто Сузуки Гранд Фитара И на Соболях У кого радиаторы Лопаются на ура Ясно А где вас можно приобрести? Либо на выставке Либо в Краснодаре А представительство в Москве Или интернет-магазин? Только Оптомат 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 15 тысяч рублей Понятно Либо на выставках Ребят, запомните Вот Контакты, кстати Есть Ребят Можно найти только на выставках Но штука очень полезная Спасибо большое Идемте дальше Посмотрим Ух ты Супер Ботинки Как они выглядят На Видеть вживую Соответственно Это можно бегать Прыгать Снимать стресс Кангу Кангу Джампс То есть Что-то типа Кенгуру Ребят Идемте дальше Ух ты Си-байк Смотрите Это по сути Водный велосипед Расскажите пожалуйста Что у вас за интересный девайс Это вводный велосипед Используется для основных плаваний Для полетных свадей Легкий вес Всего 3,5 кг Это пластик или пластик? Это пластик Здесь тюбамы Лежавейки Пригоден для использования Морской газет Сразу безопасно Ничего страшного Низко дорожистый И самое главное Легко транспортированный Вмешается В собранном состоянии Вот такую вот маленькую сумочку Ребята А у вас Где магазин находится? В Москве Третий приезд Марина Роща Там 40 строения 1 И сколько такой девайс стоит? На сайте такой девайс стоит 21,500 На выставке Специальная цена Всего лишь 15,000 рублей Ребята На выставках На выставках удобно покупать Скидки хорошие Совершенно верно Основная идея Взять с собой в отпуск Любимит из собой Маленькую сумочку Ее пускают В ручную гладь Большинство Перевозчиков Приезжает на теплое море Собирается В комплекте Вот такой Примесный ремень Который используется Для плавания С свободной руками То есть это под живот Уход, да? Да, да В руках камера Идеальные снимки Идеальные видео С вашего отпуска Благодаря велосипеду Но это ускоряет Перемещение Или все-таки На вас их быстрее? Главное Главное Дистанция А на ластер Вы пройдете 300-500 метров Если вы профессионал Может быть километр Здесь 3-5 километров Легко и просто И скорость В два раза больше В сравнении с ластер То есть если у вас стоит Скорость 0,6 метров В секунду Велосипед 1,2 метра В секунду Если скорость будет выше Это уже будет глис На поверхность Воды Да, секунду Ребят, смотрите В общем, интересная штука Это по сути водный велосипед Ускоряет ваше перемещение Под водой При этом если вы занимаетесь Подводной охотой Фотографиями Это вообще бомба А тем более Если то место Куда вам нужно добраться Находится на расстоянии От места захода в воду Мне кажется Это вообще будет тема Совершенно верно Игорь Который Верменчук Который из Крыма И который ездит С моим прицепом Виолендер Наверное Это тема для тебя Для подводного охотника Спасибо Спасибо большое Все, идем дальше Ребят Вот видите Сколько необычных штук Есть Идемте дальше Изделие из кожи Привет Вот что-то есть еще Питание Ребят Спортивное питание Для тех Кто ведет активный Образ жизни И вот смотрите На самом деле Очень интересная штука Я посмотрел Для своего проекта Капса Автодом Ребята Электрические байки Да, да Есть именно велосипеды А есть вот типа мопеда Вот он мне попался на глаза И мне он очень интересен Почему нет У моего автобуса Большое количество Солнечной панели Порядка киловатта То есть вот такую вот штуку А они Смотрите, легкие Можно две штуки поставить То есть как раз я и жена Или дети Обалдеть В общем, чуть позже я попрошу ребят рассказать подробнее про этот байк Просто огонь Мне нравятся темы Так, смотрим дальше А здесь вот электрические скутеры Так, идемте дальше, ребят Вот видите, уже на небольшой площади Рядом с метро Столько всяких интересных вещей Одежда Велосипеды Ребят, ножи Есть ножи Палатки Какие-то есть тренажеры Но это не совсем моя тема Да, да, да Я предпочитаю пивка попить на природе Гайки покрутить Колеса от автобуса потаскать Так Копторы Вот так Ребята, интересные штучки Предстоит тоже осваивать Чтобы делать качественное видео для вас Так, фирма термос Фирма термос делает термосы Самые лучшие термосы Идемте дальше, ребят Сейчас начинается Любимая моя тема Сами кемперы Кстати, Декатлон есть Представлен Вот, можно Палатку выиграть От Декатлона Ребята со спутерами Точнее, это аналог 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 Ну что, пойдемте дальше Вот, кстати, терранавтика Уже Леша Климов Засветил ребят Пойдемте, я вам покажу Кстати, приходите Успевайте Посмотрите Потом Разберут их И будут путешествовать Народ Все, вы их потом не увидите Только на прокатах Пойдемте внутрь Вот такая вот Комфортная Обстановочка Здесь Крыша подъемная Можно стоять В полный рост В общем, все есть Необходимое Так Идем дальше Ребята Вот с Урбута приехали Пойдемте посмотрим Где гонга Переделана В автодом И вот еще Ребят Прицепчик сделан Прицепчик сделан Офроудный Для того, чтобы Можно было Перевозить Технику Внутри И плюс Есть возможность Отдохнуть Места складываются Ну, в общем Вот так вот Внутри Молодцы Молодцы, ребята На самом деле Очень приятно Что На сегодняшний день В России Люди делают Интересные вещи Но главное Чтобы был спрос Вот это Самое сложное В России Сделать можно Все, что угодно А вот продать Чуть позже В Бонго зайдем Сейчас Там посетители Вот ребята С Трифит Тракса Юра, Юра Ребята Боги По сварке Алюминия То есть Их конек Это алюминия Конструкция Из алюминия В интернете Вы их можете Видеть По Кунгам И по крышкам Для пикапов Вот Тоже у них Репетиция Тоже все Смотрят В сторону Живых модулей Переоборудование Пикапов Вот уже Юр Куда-то уже ездил На север Да Ездил Ханты-Мансийский Юкруг Зимой На Новый год Город Советск Вот Испытания Внедорожные Свойства Как ведет себя По устойчивости По скорости По гололеду Понятно Это у нас Китайский Автомобиль На его базе Сделано Здесь еще Внутри отделки Нету Кстати Человек стоит Какой раз Метер восемьдесят Метер восемьдесят Человек Так что Места тут Просто бомба Много Вот Ну что ж Будем ждать Когда Зарешится отделка Чисто метр шестьдесят Крыша Поднимается На шестьдесят Сантиметров Отлично Ребят Еще есть Прицеп Капля Ну она такая Достаточно Громоздкая С точки зрения Капля То есть Капля Подразумевает Сразу Спальное Место Здесь Можно Входить Давайте Покажу Тоже же Этот Прицеп Ребята Давно Возят По выставкам Складывается Столешница Ага Спасибо Свет Рукомойник Ну так Аскетично Но тем не менее Тем не менее Я что хочу сказать Важно Народ Что то делает То есть Как бы не было Там Тяжелая ситуация В стране Как бы там Не ныли Что все хреново Народ у нас живет Делает Старается И это самое важное Я надеюсь Что настанет времена Когда у нас станет Самый огромный рынок По Техники Для путешествий Для туризма Потому что Все предпосылки С точки зрения Красивой страны Территории Большой дорог Разных Все есть Так Ну что ж Пока еще люди смотрят Пойдемте Покажу дальше Вот это вот Тердроп Который мы Вместе с Истоком Сделали Ну на самом деле Для Тердропа Этот прицепчик Большеват Ну я имею ввиду Что у него Есть потенциал Значит Если Не рассматривать Мебель То есть внутри Загружать Какую то технику Либо его использовать Для перевозки грузов Да То есть А модульно Ставить Мебель Внутрь Вот Ну в общем Концепция очень простая На самом деле Значит Вот Откидная крышка Она и навес Достаточно получается Большой Вот Здесь кухня сделана В перспективе Сюда можно Холодильник ставить Ну специально Сделан перепад Такой Ну и куча-куча Шкафчиков С полочками Да Соответственно Раковину Можно врезать Ну Как бы Как заготовка Просто бомба Много что Можно сделать Вот Дальше Идемте Покажу Здесь То же самое Опа Шкафчики Вот Повторю Что Мебель мы сделали Чисто для выставки Она такая Скажем Сделанная на скорую руку Но с душой С душой Это самое важное Вот И Компоновка Здесь На мой взгляд Очень удачная Почему Потому что Используется Ну соответственно Кухня Да Все пространство Сверху Донизу Вот То есть Специально не делали Скот в задней части Здесь шкафчики С перспективой Там Монитор поставить Еще что-то Сделать Вот здесь Ящички Это как раз Можно какую-то Обувь Положить туда Мелочевку Здесь спальное место Получается Матрас Можно кинуть 1,9 метров Длиной И 1,5 метра Шириной То есть Два взрослых Один ребенок То есть Ну вот Выше крыши Поперечная полка Может быть Вот здесь Если помните В моем Карельском ролике То есть У нас сынишка Спал здесь поперек Полочка была Вот Здесь опять же Да То есть Высота Позволяет Если поставить стулья На этом Откидном столике Перекусить Чай в непогоду Попить То есть Высота Она с одной стороны Не позволяет вам встать Да Но при этом Если что Распрямиться Что-то сделать Она позволяет Плюс Повторю Что Если его использовать В перспективе Модульного снятия мебели То есть Сюда можно загнать Квадрос Или еще что-то То есть Полезный объем Будет Достаточный Вот И Его весь функционал С точки зрения Что он маленький Компактный Там Маневрирует с ним Плюс Где-то В лесах Ездит Да То есть За счет того Что Он низкий Будет удобно То есть Он не выше Будет кроссовера Вот Плюс еще Какая фишка Вот в изголовье Посмотрите Здесь еще есть куча вещей То есть Причем Опционально Можно заказать Дверку вот здесь По другую сторону Чтобы можно было выходить И слева И справа Не мешать друг другу спать Вот То есть Окошко можно заказать Дополнительно Есть еще ряд опций Вот Удобно положить вещи То есть Открыли дверь входную Да То есть Открыли вот эту дверцу И положили Сюда Верхнюю одежду То есть Высота позволяет Да То есть Словом говоря Мужская половина Женская половина Полочки Здесь еще Внутри Тоже вот это Поднимается Крышка И соответственно Внутрь тоже Можно что-то положить Вот То есть По отделке Ну понятно Здесь Здесь это Технология Истока Изначально Я имею ввиду Вот эти все вещи Но В целом Сделать покрытие И добавить уюта Не составит проблем Вот То есть Это можно сделать Самостоятельно Это можем сделать мы Вот В Анвире Соответственно Дооснастить этот прицеп Индивидуальных вещей Можно сделать много Да То есть Я имею ввиду Тормоза Пневмоподвески Колеса большего размера Солнечные панели Кухни Холодильники Ну то есть В общем Навернуть можно Бесконечно долго Вот Так Пойдемте еще покажу Где-то прайсик был Значит Прайс я чуть позже Потом выложу Ребят Ну В общем В навороченном варианте 370 тысяч 500 рублей Получается Вот Еще раз повторю Что прайс-лист Я Потом выложу Отделен То есть Удобно будет Скачивать Смотреть Посмотрите Вот Что касаемо Прицепа Соответственно Он В базе Без тормозов Вот Он Категории До 750 Кг Вот Также Вот Истоковский прицеп Это уже побольше Он двухосный Это для перевозки Мототехники Но опять же Весь функционал То есть Выгнали Мототехнику Можете Использовать Его как домик Использовать Как домик И В принципе Объем позволяет Здесь Длина Порядка Трех Половин Метра То есть Снегоход Зайдет Сюда Так Ну-ка Пойдем Посмотрим Освободился Ли Кирбонго А вот Это Кстати Человек Он Тоже Знакомый В кругах Это Редтрейлер Андрей Вот С этого Человека Началась Установка Пневмоподвески В обыкновенные Автодома Все Проекты Которые Вы видели Это Вот Он Как бы Рудоначальник Наша Техническая Часть А вот Первый Прицеп Который Предоставил Для наших Издевательств Это Вот Он Так что Если что Редтрейлер Точка Ру Андрей Занимается Значит Помимо того Что в аренду Сдает Прицепы Плюс Он Всякой Мелочевкой К ним Оборудование Да Я правильно Говорил Оборудование Аксессуары Запчасти Ренда Продажа Также Кутрак Мы занимаемся Вот Соответственно Запчасти Есть Новые И Есть Запчасти Бушные Вот Еще Рассказали Ну Здорово Вот Мы На самом деле Бонго Шли Посмотреть Вот Если что Мы Вот Тут Так Ребят Ну Давайте Попросимся Мы Можем Да Теперь Спасибо Так Ребята Сургута Приехали Представляете Сургута В Москву Приехали Показать Свои Работы Итак Kia Бонго Полноприводный Автомобильчик Вот Сальков Смотрите Ребят То есть Есть Проход Ну Скажем Так Про 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 Лас Лас Есть Вот То есть Из кабины Можно Перебраться Внутрь Как раз Именно Помните Я вам Рассказывал Вариант Когда у Алексея Угрина Случилась Ситуация С мишками В районе Магадана Ему пришлось Петардами Отгонять Чтобы Перейти За руль Здесь Этот вопрос Решается Просто Переложди И все Так Пойдемте Спальное Место Достаточно Большое Мебель Это все Композит Да Композит Так Что здесь Шкафчик Я так понимаю Что он же Может быть Душевой Да Да Там внизу Поддон Причем Обратите внимание Фурнитура Используется Домашняя Я имею ввиду Которая Для мебели Не яхтенная А обыкновенная Что на самом деле Очень важно В условиях Дефицита Фурнитуры Нормальной Ну это уже понятно Это все Кемперовское оборудование Кстати Сзади есть еще Откидная кроватка То есть по сути Раз Два Спальное место И спальное Место спереди Единственное По Количеству пассажиров Я думаю Все равно Не пассажиров Людей Которые могут ехать Это все таки Два человека Вот Кстати смотрите Еще можно И прицеп цеплять Вот А остальные Уже тогда Получается С другой машины Могут перейти И отдыхать Ну что ж Интересно Интересно Еще раз повторю Очень круто Что ребята В России Потихонечку Рынок Развивается Ну может быть Не рынок Ну по крайней мере Производители В эту сторону Смотрят Пойдемте дальше Пойдемте дальше Ребята с GT Camper Это По сути Они работают С каталогом Рейма Это немецкий поставщик Фурнитура Оборудование Ну все Что связано С постройкой Кемпера Так Это у нас Volkswagen Вот кстати Спальные места Раскладушечки Органайзеры Вот обратите внимание Насколько все Компактно Да То есть Все что необходимо Для путешествия Есть Да Поспать Приготовить пищу Вот Отдохнуть Вот кстати Вот так вот Выглядит Это все Аккуратненько Даже есть Лоточки Выдвижные Платформы Вот так вот Решается Вопрос Передних Сидений То есть Просто Стоечки И есть Профиля Соединительные То есть Вот они Выдвигаются По направляющим Это все Фанера А вот Кстати Вариант Ребят Душа Шторочка Видите На присосках Сделана Отлично Отлично Это просто Радует Что Есть На что Посмотреть А вот Кстати Еще один Вариант Вершение Спального места Здесь Крепление Идет В переднюю часть Вот видите За подголомником Тоже Почему нет Вариант Хороший Так Там пока Люди смотрят Давайте мы Здесь Пройдем Посмотрим Запас Воды Это что-то Снаряжение Какое-то Вот Кстати Еще Дверца Есть То есть Изнутри Можно Доставать Что-то Крыша Подъемная Вот с такими Фиксаторами Это стеклопластик Судя по всему Армированный Механизм Подъема Кстати Такой же Стоит План На Ягу Палатках И вот Что Получается То есть У нас Спальное место Внизу И вот Смотрите Еще спальное Место Вверху Оно Сейчас Поднято На Отдельных Амортизаторах То есть Сколько Четырех Местный Как раз То что Нужно Четыре Человека Путешествовать То есть Семья Семья Да Двое Взрослых Двое Детей Ну что ж Бомба Бомба Идемте Дальше Так Это уже Малыш Вольсфаген Хадди То же Самый Такой же Принцип Здесь Вот еще Мы видим Холодинчик Небольшой Корбестерский Все То же Самое Достаточно Простые Такие Решения И вот Смотрите Подъемный Откидной Механизм Для столешницы Влечения Все сделано Из фанеры Даже Судя по всему Еще лоточек Есть какой-то Не буду Вытаскивать Возможно Есть какие-то Нюансы Вот кстати Вот так В сложенном Состоянии Находится Верхняя Подушка Которая Вытаскивается Вперед Движные Платформочки Направляющие Все Достаточно Аккуратненько GT Кэмп Вот Ребят Смотрите В Мерсике Оказывается Тоже можно Жить Так Ну это Холодильник Дометиковский Устраиваемый Тоже Так же Спальное Место Кухонка Вот это Кстати Интересная Направляющая Есть фиксация Есть все выходы 220 12 вольт Все Опять же Смотрите Это фанера Ну правда Это облегченная Фанера Непростая Фанера Так Корбетовские Холодильники Мы видим Так же Вольсваген Т5 Там уже Крепление Антенна Причем Обратите внимание Можно полностью Открыть крышу И все будет Проветриваться Вот Так Еще Вот у нас Есть Газиль Next Ребята Переделали Пойдемте Глянем Так 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 В общем Огонь Огонь Можно мы Немножечко Поснимаем Так В задней части Тоже находятся Спальные места Это я так понимаю Посадочные места Да Дополнитель А сколько всего Пассажиров здесь Шесть Шесть Сидячих И четыре спальных места В принципе Круто Может быть Еще пятый Дежурный Передник я Разворачиваю Если сто Снять Место Можно Ночнее Ну это Мне кажется Уже для маленького объема Слишком Большое количество Людей Нет смысла Все Сейчас Вот пойдем Внутрь Там освободят Салон Посмотрим Что там Внутри Как сделано Еще раз повторю Это ребята С GT То есть Эта техника Делается В России Но Из комплектующих Немецких По каталогу Рейма Я правильно Ставил? Почти Ну Кроме Рейма Там еще Другие ребята Участвуют Труба Еще Какие Я понял Ну что ж Пойдемте Внутрь Можно мы Зайдем Внутрь Пожалуйста Итак Ребята Это вот Газель Next Так А можно Узнать Поподробней Ну Здесь У нас Внизу Стоят Два Газовых Баллона Которые Для Отопления Газового Горячая Вода Да Горячая Вода Бойлер Есть Также Газовая Комбурка Это Все Дометиков Да То есть Дометик У нас Также У нас Дополнительные Колоночки Светодиодное Освещение Здесь Ну Это уже Пауэрэйма Да Я так понимаю Идет Ну Вот Фурнитура Вся Вот Это Пауэрэйма Нет Нет У нас Разные Производители Есть Действительно Ну Просто GT Кемпер Он Ассоциируется С Рейм Ну Да У нас Гран Туризм То есть Отдельные Компании Саша Саша Это Не GT Кемпер Это Совсем Другая Фирма Да Питерская Фирма И Это не Газель Некст Почему Нет Ну Это же Газель Это Гран Туризм Некст Ребят Вот видите Оказывается Я вообще Не в теме Так что Надо сейчас Исправиться Тем более На самом деле Это еще Более Интересно То есть Я еще раз Говорю Очень я Доволен Этой выставкой Потому что Вот столько Новых людей Столько Новой информации То есть На самом деле Вам два балла За рекламу Я вас путал С вашими соседями Получается Да 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 Давайте Рассказывайте Очень интересно Значит Питерская Организация Так Вопрос Зеленый Газель Некст Который Первый Появился Ролик На ютубе Ваш Работает На наших Так Рассказывать Еще Интереснее Становится Мы действительно Только недавно Появились Поэтому Все что вы видите Вы как бы Так же Как и все Другие люди В первый раз Видите То есть Все что мы сделали Это наша Первая Газель Некст То есть Не первый Автодом Но В этом исполнении Первая Газель Некст Переделана А в Питере Вы где Находитесь Выборская Набережная 61 Выборская Набережная 61 Как правильно Организация Называется Гранд Туризма Гранд Туризма Запомнили Не путать GT Кемпер Про них Мы поотдельно Потом поговорим Вот То есть GT Кемпер Это Ребята Московские Гранд Туризма Ребята С Питера Вопрос Сразу Наверное Там Кто смотрит Задаст Как В плане Документов Этот автомобиль Сертифицируется То есть Вы выдаете Свой ПТС И там Написано Что это Автодом Запомнили Да Ясно А вот Это уже Сиденье Это все Реймовские Или это Вы переделывали Родные У нас В принципе С Реймой Мало Чего Связывать Хорошо Да Все Забыл Рейма То есть Это все Ткани Материалы Которые Мы с вами Выбирали И сами Переобшивали То есть Если Вот Это Смотреть Это Вращающийся Вот И так же Вот Это По базе Фургона Газели Сиденье Переобшито На сколько Человек Вы Рассчитываете Этот автомобиль Ну Если Трезво Оценивают То максимум Четыре Если При поездке И максимум Четыре Если Спать Но Действительно Мы построили Такой вариант Что Можно И в топе Шесть Человек Это Ради того Если Хочется Более Многофункциональный Автодом То есть Глубо говоря Вот Вы эту кроватку Подняли Могут В принципе Поднять То есть Вопрос Сюда По сути Можно Велосипеды Поставить Какой-то Мотоцикл Загнать Да Вот Видите Там Крепежи По левой Правой Строй То есть Универсальные Вот эти Рейки Да То есть Вы там Можете Все А вот Эта Перегородка Съемная Она Съемная Да То есть Она Стоит Вот И Раскрыть Кровать Запас Воды Сколько Здесь 72 Это Поднищем Бак Стационарный То есть Это Сточечная Вода А чистая 84 Должна Получаться Я понял Так Ребят Интересно Интересно Фанера Это Облегченная Да Идет Ну да Облегченная Ребят Круто Круто Здесь Есть И Туалет И Кондиционер Всю стенку Зеркало Мы сделали Чтобы Придать Больше Объема Пластик Приятный На ощупь Все Поддончик Есть Вытягивается Ленечка Ну Стандарт Все Горячая Вода Есть А бойлер Где Спрятан А То есть Вот Там Ниша Все Чистая Вода Спрятана Нет Трени Вот Здесь У нас 12 вольтовый Кондиционер Который В принципе Даже Именно 12 Не 220 Это кстати важно Потому что Если ставить 220 Кондиционер Они мухой Жрут Аккумуляторы То есть Вам нужно С собой Возить Генератор И Соответственно Он не может Работать При заглушенном Моторе То есть Он иначе Вас Высосит А здесь 12 вольт И на сколько Его хватает В каком Смысле Ну Если Вот Допустим Пользоваться Без Заведенного Мотора Я думаю Больше Дня Это Вряд Либо Треник А Это Производитель Кто Кондиционер Итальянцы Эгор Спейсер Немецкий Здесь У нас Дазовый Баллон Вот И Ду Контрол ЦС Установлен Знаете Что это? Да Это Чтобы Автоматом Переключать Баллоны Конечно Гран Туризмо Ребята Из Питера Здесь 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 Так Боится Вот Что значит Иногда Нужна Тренировка Сразу Видно Человек Редко Пользуется Нижний Новгород То есть Грубо говоря Вот здесь Потом Снимается Вот Это Сидение Оно Также И Распнимается То есть Это На Двоих Человек Да То есть Оно Съемное Ну Это Чисто Словно Если Хотелось Много Людей Перевезти Куда Нижний Новгород Например Да С Питера В Москву Где куда угодно Круто 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 Вот этот материал Мне нравится В плане Подбора Тональности Классно А это Линолеум Так А что Под Крышками Здесь В рундуках Здесь Бак Чистой воды Получается Можно Там Вот Кстати Ребят Вот они Крышки То есть Они складываются В центре Получается Спарное место Вот такие Бак Прикладываются Тричточки Что В направляющие Ага Ну понятно Все Есть Ай Извините Ну что ж Спасибо А Все Это Отодитель И водоснабжение А Это Комбинированный Трума Комби Он Дизельный Или газовый 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 Я понял Ладно Что ж Спасибо большое Филипп за рассказ Идем дальше Все Ребят Идем Значит Вот это Оказывается GT Camper А здесь Grand Tourism Все Поправились Так Вот по немецки Товарищ Вот Ребят Тулевская Комплектующая Смотрите Как уютно Здесь Казалось бы Т5 Да Но Соответственно Здесь Размер Можно стоять В полный рост То есть Получается Вот этот диван Складывается Стопудово Спальное место Еще вот Одно спальное место Сверху Полностью Откидывается Вот она Кстати Молния И вот Вам Пожалуйста Панорама Обзор Есть свет Кресло Крутится Освещение Так А здесь Что? Залезем Ать 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 Пока Не получилось Не будем Ломать Мониторы Полочки Холодильничек Ух ты Сок Так Вот здесь Есть раковина Даже подсветка Есть раковина Подсветка Раковина Есть У меня дома Так 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 Ну и соответственно Это лейка Ага Стандартно Ее можно в окно Выдвинуть И будет Душ Так Тулевская маркиза Крепление велосипедов Ну и здесь тоже водоснабжение Еще есть грузовой отсек Так что места В принципе достаточно 2-4 человека Спокойно разместятся А вот еще ребята Это Газель Некс Ребята с Гранд Туризма Гранд Туркэмп Пинг Пойдемте Посмотрим Кстати Эта газелька Была на выставке В Германии Ее показывали В Дюссельдорфе Да? Да В Дюссельдорфе Да? В 17-м году В 17-м году А еще до покраски Она была На выставке Технотрел В Ярославле Мы там как раз Пересекались Пойдемте внутрь Легкий энергетик Это вот как раз То что я и говорил Да? То есть Этот уже автомобиль Это Как раз Реймовский комплектующий Здесь активно Используется Вот Делается здесь В Подмосковье Ребята делают Вот Диванчики Трансформеры Они превращаются В спальные места То есть еще Видите Куча мест Для покважей есть Вот так Это все происходит И вот такая вот Трансформация Получается Спальное место То есть Когда вы назад Откинуть не можете У вас мебель Видите Весь диван Откидывается Вперед Или все будут Наоборот Прыгать Вот Кстати Вот это тоже Интересная тема Когда можно Закрыть какой-то Ящик На ключ Да И спрятать там Вещи Пока вы ушли В какой-то На прогулку Например Душевое Поддончик Туалет Здесь В принципе Это все технологии Кемперовские Даже кстати Вот обязательно Вытяжка Есть Потому что Влажность Все это В большом количестве Скапливается Химия Для биотуалета Дверцы Так Холодильник Большой Это Грузовой Отсек Так Ну а спальное Место Получается Здесь Достаточно Маленькое То есть Это Особенность То что Спать Поперек Автобуса Это все Делается Ради того Чтобы Все уместить В общем Вот они Направляшки Все это Закладывается Сюда Подушки Раскладываются Спите Поперек Окошки Люки Крепление Телевизора Подсветки В общем Все Достаточно Интересно Идемте дальше Ребят Спасибо Большое За обзор Дальше Крепление Велосипедов Это тоже Реймовские В принципе Вещи Вот такой Багажник Достаточно Большой Войдет В принципе Весь Велосипед Запас Воды Отопление Столик Фанера Ребят Облегченная Фанера Везде Воды Воды Продолжение следует...